Девушки отдыхают Быстрая неделя пролетела. Вот, кажется, только что выпуск был. Ну да, время оно такое. Пролетит и не заметишь. Вот-вот. Я предлагаю поскорее начать. Нам еще надо столько всего рассказать. Хорошо-хорошо. Детская информационно-развлекательная передача «Переменка» начинается! Катя, посмотри за окно. А что? Что там? Ну как же что? Весна пришла. Получается, мы с зимой расстаемся на целый год. Ну, значит так. Но ты не переживай, ведь ребята из детской школы искусств проводили ее, как полагается. Масленица. Праздник, который длится целую неделю. Веселые проводы зимы невозможно представить безнародных плясок, сжигания чучела и главного лакомства – блинов. Подводя итоги уходящей праздничной недели, воспитанники Леневской детской школы искусств Народного фольклорного отделения подготовили для родителей и гостей мероприятие, посвященное масленичным гуляниям. Масленица! Верно. Что это за праздник, немножечко расскажу. В конце февраля, начале марта в российских городах и деревнях проходит большой веселый праздник, который называется Широкое масленице. Из всех современных праздников русского народа этот самый древний. Прихода весны на Руси всегда ждали с большим нетерпением. Радовались солнцу, теплу после нашей холодной, долгой морозной зимы. В народе говорят, масленица, объедуха, деньгам приберуха. Хоть с себя все заложить, а масленицу проводить. Народные костюмы ярко и гармонично подчеркивают тематику мероприятия. Ну а чтобы зрителей окончательно погрузить в эпоху Старой Руси, ребята исполнили народные песни и колоритные зазывалки весны. Вороночки, прилетите к нам, принесите нам весну красну, теплолетечка, зеленка, гост, уйди, сухой мороз. Пришла к нам масленица, принесла блинов до Маслицы. Постояла я у жаркою печи, выпекала, крылья и колоси. Пришла к нам масленица, принесла блинов до Маслицы. Масленица предшествует Великому посту. В этот период времени принято ходить друг к другу в гости и угощать блинами, а также радовать народ задорными песнями и танцами. Догадайся, декума молодая, выходила у тушканцы малыми детками. Заплетись, облетись, заплетись, завернись, труба золотая. Догадайся, декума молодая. Я на гречке домолочила, на шесточке веяла, Сурнякину выносила, кого надо видела. Сурнякину выносила, кого надо видела. Видела парнёночка, да, гаврюзыка, гонёночка. Видела парнёночка, да, гаврюзыка, гонёночка. Добря, 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 мой гаврюшка, душишка моя. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Как у ребят здорово получилось передать настроение, которое царило на Масленице в прежние времена. Но веселье на танцах и песнях не закончилось. Традицией для молодёжи были народные игры, в которых участвовали самые сильные и смелые. Какие молодцы ребята, так ответственно отнеслись к подготовке праздника. Стоит отметить и старания педагога, руководителя фольклорного отделения Янини Любомировне Холиной. Праздник удался на славу. Настя, а как вы поздравили своих мальчиков 23 февраля? Ну, мы устроили им чайпитие, а затем вручили подарки. А вот первая школа ушла дальше. Они не только напоили своих мальчиков чаем, но ещё и провели весёлые игры под названием «А ну-ка, парни!». Все мы знаем важность праздника Дня Защитника Отечества. В связи с ним в Ленёвской первой школе ежегодно проводят игровую программу для ребят и их родителей. Туда входят интеллектуальные, спортивные и военизированные конкурсы. Как дети, так и родители с удовольствием участвуют в программе. Все смогли проверить как свои знания, так и навыки. Посмотреть на участвующих и поддержать пришли их друзья. Было интересно наблюдать, как ловко и быстро парни собирают и разбирают автоматы. Сразу стало ясно, что эти ребята в будущем настоящие защитники нашей страны. Все участники зародились хорошим настроением. И с лёгкостью прошли все испытания. Настя, знаешь, я видела в нашей школе ребят со значками на груди, на которых был изображен орел. Мне сразу стало интересно, что это обозначает. Ну ты что, это же юноармейцы. Ребята-патриоты своей родины. Они увлекаются военной подготовкой. Кстати, недавно в Искитиме и в Ленёва они прошли посвящение в юноармейцы. Ух ты, как здорово! Давай скорее смотреть сюжет. На прошлой неделе в Искитиме прошло значимое мероприятие, в рамках которого дочери искитимского героя было торжественно вручное удостоверение на медаль за отвагу. Также прошло очередное вступление ребят в юноармию и подведение итогов военно-патриотической работы месяца. Редактор субтитров А.Семкин Павел Степанович Корнаухов родом из Масленецкого района. Он был призван на войну в 1940 году. Ему удалось вклинить 8 гитлеровцев. Павел Степанович удостоился медаль за отвагу в 1945 году. Эта награда во времена войны считалась значимой и чтимой, потому что награждали ей за личное мужество, проявленное в бою. На доме нашего земляка выпали жесточайшие испытания. Тяжелая конкурсия, плед, следствие смерча, штрафное батальоно, тяжелая и суровая череда подслуживаний, побои, голод, непосильный труд, угроза смерти за любую мелочь сажали в кастрю. Вы давали руку с решением на спине. В любую минуту можно было получить полю в спину. Во второй части мероприятия прошел третий слет юноармии города Эскетима. Более 40 школьников вступили в ряды юноармейцев. Для всех ребят это было очень волнительно, ведь им предстояло произнести клятву на верность Отечеству и всему юноармейскому братству. Город Эскетим славен патриотическими мероприятиями и особенно юноармейским движением. Я вступаю в ряды юноармей и от лицов своих товарищей торжественно клянусь. Всегда будь верным своему отечеству, юноармейскому братству. Соблюдать устав юноармейцев, будь честным юноармейцем. Следуя традициям доблести и отваги товарищеских взаимовыручных. Клянусь! Всегда быть защитником славы, преодолевая все преграды в борьбе за правду и справедливость. Клянусь! Стремиться к победному учебнику и спорту, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Клянусь! Чтить памятный рот, сражавшийся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. Клянусь! Честь и достоинство нести высокое звание юноармейцев. Клянусь! 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 Поздравляем! Военно-патриотическое движение юноармия только набирает обороты. Уже не одна сотня тысяч школьников по всей стране стали юноармейцами. Здорово, что молодежь все чаще интересуется патриотическим движением. Старшее поколение может быть уверено в будущем нашей страны. Им есть на кого положиться. И все-таки мне не верится, что уже весна. А мне вот не верится, что наш выпуск подходит к концу. Как? Уже? Значит, пора прощаться? Ну что ж, дорогие телезрители, нам было очень приятно быть с вами в эфире. Мы скоро увидимся вновь. А пока... Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»